У меня там как бы столярная была мастерская. А я как раз с работы получился, лято ветер. Они позвонили, так-так, напротив, все горит. Я подъехал, ну буквально, сколько, может, минут пять прошло, чтобы все полакало. Там даже собаку не успели спасти. Она как живет, губки не сгорела. Я попытался, что-то у меня как бы там своя мастерская была столярная. И вообще даже ничего не успел вытащить. Я хотел туда залезть, меня оттащили, просто вот участковый нашел. Потом я уже понял, что там спасать-то нечего. Ну, осталось только от этого дома. Но вот собор и туалет, все. И вообще ничего не осталось. Вот квартира. Вот квартира, наверное. А там рядом бабушка живет. Вот потом она ее дом перекинулась. Я уже давай кричать к ним, чтобы мы не спасали. Там смысла не было, чтобы туда пойти. Спасли бабушку. Ну, бабушка, она сама ушла, она закрыла, чтобы у нее здоровье уже плохое, чтобы все это видеть. Наверное, ночью забрала. Но смысл, там тушить было бесполезно, как я вот считаю. Может быть, если бы, как бы, люди просто паники были, как я считаю. Ну, а как вы думаете, что способствовало-то вот такому? Ну, помимо ветра, погодные условия, понятно. Я считаю, что бесхозные вот эти вот участки вот огородные, это тоже много повлияло, что трава кругом сухая была. Потому что люди не сажали, как бы, и ветер, это все понеслось. Я считаю, это тоже. Сын маленький, дочки восемь лет. Где сейчас временно разместились? В матери пока. В соседнем поселке. Ну, а согласны переехать временно в какое-то жилье, которое будет предоставлено? Посмотрим сейчас? Все, думать надо. Думать надо, да? У меня все сгорело в матери полностью. Пытались, тушили, отбивали. Только никакого. Здесь тушишь, через 20 метров долетает, там загорает. Бесполезно было, мы пробовали. Своими тоже тракторами, чем-то пытался расталкивать, тушить. Ну, поначалу это вообще было бесполезно. Абсолютно там, с той стороны, много прошлых огородов было. Слыхая трава стояла. Что способствовало, да? Отбивали, отбивали. Потом, когда путем загорелось, уже даже перестали.